Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор сайта Изба Вязальня. Сейчас мы с вами свяжем шапочку для принцессы. Шапочку с короной. Корона цельновязанная. Вывязывается вместе с шапочкой. Шапка ажурная. Корона цельновязанная. Вот такую принцессу мы сейчас с вами будем вязать. Пряжу можно брать любого цвета, но корону, конечно, желательно желтенькую. Начинаем вязать. Каждый раз, прежде чем что-то начать вязать, мы составляем выкройку, либо схему вязания. Мы же не можем вязать на глаз. Поэтому берем нашу модель. Я буду вязать на пупсом. Метровую ленту, бумагу и сейчас будем записывать мерки. Шапочку измеряем объем головы. У меня 36 см. Так и пишем объем головы. Объем головы 36 см. Длина изделия измеряется, в принципе, можно измерять по какой-то старой вещи, по старой шапке, которая хорошо сидит. Можно измерить так. Основание головы, откуда у нас будет доходить шапка, до лба 22 см. Это минимальная величина, которой у меня должна быть шапка. То есть, само собой, 22 мы поделим пополам. И вот такой длины у меня должно быть изделие, это минимум. Оно может быть чуть-чуть посвободнее. Но минимально получается 11 см. Так и пишу. Длина изделия 11 см. Пока пупс больше не нужен. Сейчас мы будем снимать остальные мерки. Вязать я буду шапочку, в общем-то, простого фасона, просто симпатичной отделкой с короной. Поэтому и ушками. Первое, что я делаю, это делаю схемку. Я буду вязать подгибчик. Вот это вот моя длина изделия. 36 см. Так, 36 см. Высота подгиба у меня будет маленькая. 2 см. Пока пишу все в см. И я буду делать ушки. Поскольку вот это шов, вот это вот центр моего изделия, вот это центр лба. От лба я отступаю какое-то расстояние. Сейчас будем смотреть на кукле. И вывязываю ушки. Для того, чтобы шапку можно было завязать. Смотрим, как располагать. Так, вот здесь середина лба. От уха. Не до самого уха, потому что ушки, когда мы вяжем, они должны закрывать ухо. Они должны быть немножко дальше, вот так вот. Где-то на таком вот расстоянии располагаться эти вязанные ушки. Поэтому где-то вот смотрю, откуда я хочу брать это ушко. Через лоб и до следующего ушка 14 см. Значит, вот здесь у меня этот центр 7 см. И длина ушка, ну тоже 7 см. 7-6 см, пускай будет 7 см. И ушко 7 см. Все остальное идет назад. То же самое здесь 7 см. И все, что осталось, будет на затылок пойдет. Ушко рассчитали. Саму длину ушка я даже считать не буду. Вот как вывяжется, так и вывяжется. Большой делать не буду, потому что это все-таки летняя шапочка. И скорее всего это будет по 2 петли, вот такая ступенечка. Потом провяжем общий ряд, чтобы сгладить ступеньки, чтобы была ровненькая линия. Но это сейчас вы увидите, когда мы будем вязать. Пока мы делаем схему и делаем расчет. Дальше у меня идет длина шапки, прямая. И я делаю убавку. Небольшую. Вывязываю корону другим цветом. И после этого делаю убавку уже ступеньками. Вот такая у меня будет схема шапки. То есть вот это корона. И она у меня будет, наверное, небольшая, сантиметра 3. Больше не надо. Здесь вот 3 сантиметра. В расчет длины изделия она не идет. На вот эту вот тарелку, которая будет под короной, уйдет. Но тоже сантиметров 5. Потому что кукла маленькая. По затылку, смотрю, больше 5 сантиметров тарелочку вот тут вот делать не стоит. 5-6 сантиметров. То есть вот эта вот длина, пускай будет 6. 3. Мы же берем все в половинном размере. 3. 2, 3. Это уже у меня из 11 занято. У меня всего 11. 11 минус 5. Это 6. То есть вот здесь вот 6 сантиметров вместе с убавкой. 6 и 5, 11. Да. Вот это вот 6. Теперь, сколько я провяжу прямым полотном и какую буду делать убавку. Сейчас посмотрим по образцу. Я провязала образец. Образец небольшой. Здесь 2 фрагмента рисунка. 2 раппорта длину. У меня петельная проба. Сейчас посмотрим с вами. На, рассчитаем, 26 рядов получилось 7,5 сантиметров. И на 42 петли 18 сантиметров. Вот. Получается 7,5 сантиметров, а у меня 6. Значит, смотрим по обстоятельствам. Можно довязать 3 раппорт, но тогда у меня уйдет он в макушку. А можно связать 2 раппорта. Вот так же. Смотрите, получается. Я даже прикидываю на модель сразу. У меня вот здесь 2 сантиметра подгиб. Дальше идет шапочка. И я вижу, что у меня остается очень мало места. Поэтому я даже не буду вязать 3 раппорт. Я провязываю 2 раппорта, как есть. Делаю сборку и вывязываю корону. Упрощаемся задачу. То есть, смотрите, если у вас голова у ребенка большая, вы можете провязать 3 раппорт и сделать сборку. У меня у куклы голова маленькая. Я вяжу 2 раппорта. Делаю сборку. То есть, получается, что здесь 7,5 пойдет. Мои 2 раппорта. Вяжу корону и тарелочку на голове. То есть, массовые убавки буду делать в процессе... Провяжу несколько рядов и делаю убавку. Несколько рядов, массовую убавку в середине полотна. Сейчас буду вязать, вы все поймете. Итак, считаем тогда наше вязание. Берем калькулятор. Петельная проба. Петельную пробу сейчас высчитаем. Так, не забываю никогда писать, какая у меня была плотность. Плотность была шестая. Это первое, что я отмечаю. Шестая плотность. У меня дома фломастеры просто растворяются. Так. Калькулятор. 26 рядов. Делим на 7,5 см. Равно 3,47. И 42 петли делим на 18. 2,3,3,3. 2,33 это петли, это ряда. Получается 3,47 и 2,33 петли и ряда. Считаем. 36 петель моя длина изделия. 2,33 умножаем на 36. Равно 83,88, 84 петли. Я набираю на машинке для того, чтобы связать шапочку. 2 см простой глади. Я знаю, что у меня 2,4. Простая гладь на этой плотности 2,4 умножить на 2 равно 4,8. Ну, провяжу все-таки 6 рядов. Хорошо. Так. 7,5. Это я вяжу 2 рапорта. И делаю убавку. Убавку буду делать как удобно. Там уже, в общем-то, это не так важно. Моя задача будет провязать всего... Так. Длина изделия 11 минус 2 это 9. 9 умножить на 3,47. 32 ряда. Это минимальная длина, которую я должна провязать. Я вам показывала. Длина может быть немножко больше. Поэтому 32,35 как получится. Итого. Вот здесь 2 рапорта у меня занимает 26,26 рядов. Это по образцу я посчитала, что 2 рапорта уходит 26 рядов. И после этого я делаю массовую убавку уже на макушке. 32 минус 26 это 6. Ну, пускай будет 8-10 рядов у меня пойдет на убавку на макушке. То есть моя задача минимум 32 ряда провязать. 84 петли набрать. Провязать 2 рапорта. Сделать массовую убавку. Провязать корону. Чтобы она была не во всю голову, а все-таки более аккуратная. И делать тарелочку на голове, такую убавочку на макушке. Все. Шапочка самая простая. Планочку с ушками для того, чтобы можно было подвязать веревочку. И не сваливалась эта красота с головы. Если не хотите, можно не делать. Но, по-моему, для таких размеров ушки обязательно. Именно для того, чтобы держать шапочку ровно. Так. Теперь моя задача разобраться с рисунком. У меня 1 рапорт. 10, 20 петель. 20 петель, потому что вот они уходят на одну сторону, на одну. 20 петель. У меня 1 рапорт. 84 петли. 80. Близко к тому. То есть, я даже не буду корректировать рисунок. На самом деле, не обязательно использовать именно этот рапорт. Можно использовать абсолютно любой. Заходите на сайт избавизайна. Бесплатных рапортов и красивых, и ажурных, и фанговых. Каких угодно можно найти. Если вы не умеете корректировать рапорты, берите такой, который войдет в количество петель вашего изделия. Если вы умеете корректировать рапорт, проблем вообще никаких. Вы просто уменьшаете рапорт. Делаете не 20 петель, а 18 петель. И у вас количество петель уменьшается. Либо наоборот, не 20, а 22 петли делаете рапорт. И у вас расширяется количество красиво законченных рисунков. Потому что, вы здесь видите, рапорт у меня с двумя центральными петельками с этой, с две центральные. Можно сделать три петли центральных. И тогда у вас рапорт расширится автоматически. То есть, не пренебрегайте корректировкой, когда она нужна. Потому что наша задача сделать так, чтобы когда мы сошьем шапочку, вот здесь у нас был эффект цельного рисунка, продолжения. Никаких обрезанных рапортов быть не должно. Вот как получилось, так получилось. Нет, мы делаем все точно. Поэтому у меня уж так получилось, что я могу убрать две петли, потому что две пойдут на краевые на сшивание. Итого я наберу 82 петли. Две пойдут на сшивание, две петли у меня растворятся. Я их просто уберу на таком изделии. Это не критично. Если у вас не хватает 10-15 петель, корректируем рапорт, либо меняем рапорт. Вот таким способом мы поступаем. Никогда не обрезаем середину. Как уже сказала, можно сделать одну центральную. У вас количество петель сразу в одном рапорте уменьшится на 4. То есть, у вас сократится изделие. Либо добавляем еще одну петлю, у вас получается, к каждому рапорту прибавляется еще одна петля, уже увеличивается ширина рисунка. То есть, корректировке поддаются абсолютно любые-любые-любые наши рисунки. Поэтому, либо корректируем то, что я вам предлагаю, либо выбираете свои варианты рисунков. Здесь это не критично. Самое главное, чтобы шапочка была ажурная. Можно, в принципе, ее связать даже простой гладью. Ничего страшного нет. Шапка все равно очаровательная. Просто я вяжу ажурную, потому что сейчас близится лето, и нам не нужны очень теплые массивные вещи. Вязать можно такую и из хлопка, и из полушерсти, и из акрила, и из чего угодно, чтобы ребенок наш не замерз. Итак, посчитали. Берем машинку, начинаем вязать. Так, вот я провязала 6 рядов подгиба. Удобным способом, у кого нитевод и грузики набираете на вспомогательную ниточку, обязательно один ряд катушечный между вспомогательной и рабочей нитью, для того, чтобы мы легко могли надеть петли на подгиб. У кого ручная прокладка можете обвивом, я набрала обвивом 82 петли по нашему расчету и провязала 6 рядов, как мы с вами решили. 6 рядов провязываем, я провязала 6 рядов, это мой подгиб. Теперь моя задача провязать ушки, а я не посчитала ушки. Сейчас мы с вами их посчитаем. Итак, 7 петель от центра, от центральной нулевой петельки, я должна отойти 7 сантиметров. 7 умножить на нашу петельную пробу 2.33, 16 петель. Итак, от нулевой платины отхожу 16 петель, у меня вот это вот лоб. И 16 же петель у меня будет ушко, вот это вот ухо. Аналогично делаю со второй стороны, то есть выяснили, где у меня находится ушко. Отмечаю это ушко на машинке, то есть ухо. У кого машинка, нам на машинке писать можно, пишите мелом, потому что это нам надолго не нужно, это такая разовая отметка. У кого мелом не пишет на машине, приклейте маленький кусочек пластыря, очень здорово. Главное не скотч, либо бумажный скотч, который легко отклеить, либо кусочек пластыря. То же самое делаю со второй стороны. Так, 1, 2, 3. Одну часть и до серебряной платинки вторая часть. Отметила ушки. Ушки вот такие. Поскольку у меня нитка с этой стороны, вот оно мое ухо. Все остальные петли, иглы ставлю в переднее обучее положение. Все. На машинах с нитями водами, с автоматической кареткой, отключаю рычаг частичного вязания. Обязательно. Не забудьте это сделать, иначе вы поставите работу все свои иголки, это нам совершенно ни к чему. И перевожу нить на ушко. Нитку можно отрывать. Можно на самом деле оторвать, провязать отдельно уши и продолжить. Смотрите, можно провязать все одной нитью. После того, как мы надели подгиб на иголки, можно посмотреть, правильно ли мы сделали с вами ушки. Зеленая полоска четко идет по серединке. Видите, ничего не перепутано. Если вы хотя бы пару рядов лишних провяжете, у вас вот этот подгиб уйдет в сторону и будет очень некрасиво. Поэтому очень внимательно провязываем такие вещи. Простой подгиб с отделочкой по низу, либо если частичным вязанием ушки, то очень аккуратно. И опять же, вот этот вариант с цветной ниточкой, можно использовать рабочую нить. Тогда у вас не будет некрасивых ступенек на ушках. Очень у многих большая проблема, ступеньки на ушках, и это очень не нравится. Вот этот соединительный ряд, который общий мы провязали, два рядочка, убирает все ступеньки. У вас идеальное ушко, поскольку бы иголок вы не выводили в работу и из работы. Соединительный ряд сглаживает все вот эти ступеньки. Получается идеальное ушко. Так, мы с вами провязали подгиб. Наша задача сейчас начать вязать рисунок. Берем нитку. Она будет ярко-зеленая. Очень контрастная шапочка. На самом деле, вы можете выбирать цвета более спокойные, будут смотреться совсем по-другому. Так, обновляю счетчик. Хотя, в общем-то, он мне не очень нужен, потому что я должна связать всего лишь два рапорта. Ставлю все иголки в рабочее положение. Провязываю два ряда. Ну, а такой момент. Когда у меня идет вот такое соединение. Видите, я сейчас буду надевать два вязания, провязывать одновременно. Вязание, которое висит уже на иголках. И то, что я только что надела. У меня будет очень некрасивая стяжка. Ну, не некрасивая, а просто видно. Видно место соединения. Для того, чтобы этого избежать, вот у меня плотность стоит. Шестая я ставлю седьмую. На один ряд я увеличиваю плотность. На единицу можно даже на две. И провязываю один ряд, сразу ставлю плотность рабочую. Сразу рабочая плотность, чтобы не забыть. У меня вот этот свободный ряд даст возможность убрать рубчик соединительный. И очень чисто и красиво получится вязание. Как бы оно само собой идет. Без всяких следов соединительных рядов. Это такой вот небольшой секретик, который иногда очень важен, потому что слишком перетянутый ряд очень виден. Он прям бросается в глаза, особенно на светлых изделиях. Увеличение плотности помогает этой неприятности избежать. Так, теперь начинаю вывязывать наш красивый рисунок, ажуры. Для вязания ажуров нам нужны декеры разных количеств игл. С единички до... Ну, идеале 6. У кого нет 6, берем 5 и одноигольный. За 2 раза двигаем. На самом деле у некоторых вообще есть только трехугольные. Одно и трех. Поэтому у кого что есть, этим и пользуются. И либо мы за 2 раза пересаживаем петельки, либо мы пользуемся теми иглами, которые у нас есть, облегчаем себе задачу и сокращаем рапорт до того количества игл, которые у нас есть на декере. То есть смотрите, как вам удобнее. Будете делать такой рапорт, как у меня, либо под свои возможности сократите то, что я вам предлагаю. Я вам говорила, что рапорт у нас состоит из 20 игл. 20, 20, 20, 20. Очень удобно, потому что есть центральная платинка. У меня она серебряная, но такое счастье есть далеко не на всех машинках серебряной платинки. Есть только циферки. Циферка с нулем и есть наш центр. От нулика, нулик и соседняя. Вот получается так. У меня серебряная платинка. Если у вас нет серебряной платины, ставьте, обязательно клейте что-нибудь на это место, иначе вы сможете перепутать. Приклейте на, между иглами, какую-то меточку. Это очень важно, иначе сбитый рисунок это выброшенная вещь. То есть это совершенно некрасиво. Итак, 20 раз, 22, 23 и 24. Потому что мои иглы будут сходиться к центру. Вот так вот оно пойдет сходиться к центру. Вот мой рисунок. Берем одноигольный декер и насаживаем петли на вот эти вот центральные иголочки. Раз. Пропускаем по одной игле. И теперь на вторую часть насаживаем точно так же. Двигаем. У меня получится многоигольный такой декер. Пятиигольный перо. Пятиигольный не получится. Пересаживаю на вторую часть и сдвигаю все иголки пятиигольным декером. Был бы шестиигольный, было бы все за один раз. То есть, смотрите. Здесь одноигольным, здесь шести. Точно так же в эту сторону я отвожу шестиигольным декером. Раз. И передвигаю все петли. В следующий раз мне не надо будет делать это за два раза. Я сделаю за один. Потому что у меня каждый раз будет изменяться количество игол. Так, одна часть сделана. Выдвинутые. Можно начинать с тех игол, которые я выдвинула. Все. Чтобы не перепутать. Пересадили. По одной игле оставили в работе. Эти сдвигаем к центру. Многоигольным декером. Здесь пересажено. Значит, на следующую мы просто сдвигаем многоигольным декером всех. Посмотрите, рапорт. Не перепутайте. Один раз мы пересаживаем. И все иголки поймать, чтобы никто не убежал. В таких рисунках надо очень следить за иглами. Потому что пустить легко. Поднимать рисунки ажурные очень сложно. Пересадили. Оставили. Теперь сюда. Точно так же здесь будем сдвигать декером уже. Пересадили и декером сдвинули. На эту часть одноигольным Иголочка будет не работать одна. А это все оптом сдвинули к центру. Вот такая сложная пересадка. Смотрите рапорт. Повторюсь, полный рапорт я сейчас с вами провяжу. Сложного ничего нет. Главное понять, что к одним иголкам мы увеличиваем количество игл. Иглы идут на увеличение к одной части, на уменьшение к другой. И все. То есть мы ведем дорожку. Увеличиваем здесь, уменьшаем здесь. Постепенно каждый ряд мы делаем с одной стороны больше петель, прибавляем, с другой меньше. Два ряда провяжем. А, зеленые же. Два ряда. Два ряда. Продолжаем наш рисунок. Теперь мне нужен двухугольный декер. Вот здесь вот у меня была видите пересадка. Я делала пересадку одной петли. Сейчас я пересаживаю двухугольным декером. Увеличиваю количество с этой стороны петель пересаживаемых. А с этой... Так, вот это у меня ушло назад. Ажурчик. Эта не работает. Соседняя. А эту теперь оптом просто раз и пересаживаю. Уже было 6 игл, теперь 5. То же самое здесь. Эта игла у меня. После того, как пересадила сюда, сделала сдвижку игл, одна ушла в заднее рабочее положение. Эта у меня не работает. И я просто сдвигаю все оставшиеся до серебряной платины иглы в другую сторону. Вот рапорт на 20 иглов. То же самое. Оптом сдвигаю петли на иглы. Сдвинули. Вот эта у меня остается в нерабочем положении. Две иголочки пересаживаю на центральную. Раз. Можете отметить их цветом разным, чтобы было видно. Эта у меня все время не работает. Это идет пятиигольным декером. Повторяю, пятиигольный декер. Сдвинули. Сдвинули. это у меня не работает через иглу. Получается каждый раз сделали сдвижку на две. Не работает игла пятиигольным. Пятиигольным. Подвинули все иглы. То есть с одной стороны я количество игл пересаживаемых увеличиваю, с другой стороны уменьшаю. И так до тех пор, пока у меня с одной стороны не будет шесть, а с другой уже одна. не забудьте сделать краевые петельки на сшивание. Вот эта петля у меня последняя. В рисунках не участвуют никогда. Она пойдет на сшивание. Это краевая петля на сшивание. Все иглы в работу. Все из заднего и переднего положения все иглы поставили в работу. И два ряда провязываем. У нас получатся совершенно очаровательные ажуры. Раз. Два. продолжаем. Опять беру те же два. Текера только теперь мне нужен четырех игольный и трех. Здесь у меня было два. Теперь беру трех угольным. Пересаживаю трех угольным. Так и здесь трех угольным. четырех угольным. Так это не работает. Четырех угольным на сторону. Не работает после ажура. и посадили сюда. Видите, каждый раз я меняю количество петель пересаживаем, потому что у меня должна уходить вот эта дорожка. Видите, дорожка уходит сюда и дорожка уходит сюда. Вот здесь идет расширение от единички до шести. И здесь идет убавочка вот такая. вот это то, что я сейчас вывязываю. Расширение с одной стороны и убавки с другой. Вот таким способом они делаются. Одновременно убавки здесь и увеличение здесь. вот вот так вот не перепутав ничего я вывязываю весь раппорт. До того момента, пока у меня по краю мы начинали с шести игл, не дойдет до одной, а здесь к центру пойдет шесть игл. И могу второй раппорт связать аналогично. Вот так же. Вот вот так оно пойдет. Видите, у меня один под одним идут. А могу их поменять местами. Это тоже очень интересно. То есть теперь сюда пойдут ажуры, а сюда пойдут эти вот убавочки. Это тоже очень интересный такой эффект будет по вязанию. То есть можно вязать повторяющиеся раппорты, а можно вязать те, которые меняются местами. Вот сейчас вывязывая шапочку, я решила поменять местами раппорты. То есть не вывязывать одно под одним рисунком, а просто передвинуть их местами. так поменять местами. Поэтому вывязываем сейчас два раппорта и останавливаемся. Будем делать массовую убавку внутри полотна и корону на шапочку. Мы провязали два раппорта. Вот так это выглядит. Такие листики очаровательные. Наши ушки, листики. Сейчас моя задача вывязать корону. Но прежде чем я буду вывязывать, я должна сделать массовую убавку внутри полотна. Я могу снять все это на бросовую нить и надеть со сборочкой на иголки. Я могу сделать простой вариант. Я могу пойти по сложному варианту, но он будет более аккуратен, более красив, потому что все будет очень симметрично и очень хорошо сделано. Я пойду по второму варианту. Я беру двухугольный, трехугольный декер, какой угодно, и на каждую серебряную платинку надеваю иголочки, петли. То есть я продолжаю вот эти дорожки, которые у нас были. Все иглы, которые ушли назад, они остаются сзади, чтобы не путать меня. Я сейчас делаю убавку, то есть я сейчас просто делаю ажуры, которые буду сборкой собирать. Они мне будут не нужны. Так, на каждую платинку серебряную вот как надевала по рисунку, так же продолжаю сейчас, только уже не глядя, двухугольным декером все подряд. Все иглы назад, на каждой убираю. И моя задача будет сделать сборку, то есть все эти ажуры присобрать. И плюс к этим сборкам я сейчас сделаю еще сборочку вот тут, в серединке. как я это буду делать и могу делать вот так. То есть каждую петельку растянуть пополам. Могу в другую сторону, могу одну на одну, не важно. То есть моя задача убрать какое-то большое количество петель. Причем сделать так, чтобы это все было симметрично. Так, надеваю, сохраняю дорожку. Я даже не делаю расчет, потому что это не какая-то вещь, которая очень-очень скрупулезно должна выполняться. то есть тут возможное я не называю это даже ни в коем разе это не небрежность, это небольшая вольность, скажем так, которая позволительна в данном изделии, потому что корона быть большая не должна, сборка должна идти по голове и так. Сейчас мы ее выполняем. На оставшихся петлях мы вяжем корону и после этого будем делать уже убавки такие хорошие сборочки. Сейчас мы сделали очень приличную убавку. Ой, очень прилично. Сейчас моя задача все эти петли сдвинуть к центру. Я убираю все ажуры. беру. Эта работа не скажу, что очень легкая и приятная. Она требует внимания. вот передвинули одну часть надеваем ее обратно. Можно, если есть большой декер, у меня есть урок по большому декеру, можно пользоваться им. Отличная вещь. Если большого декера нет, тогда пользуемся теми декерами, которые у нас есть. У нас есть такие вот. У кого что, вот в принципе здесь вот в таком варианте уже можно на вспомогательную нить скинуть полотно и просто сделать эту сборку. В таком варианте уже проще. Я просто сдвигаю все петли к центру. можно даже сделать вот так. У меня много декеров. Получается сразу сборку вот сразу много сдвинули. К сожалению, двух свободных иголок не получится. Полотно у нас не растягивается больше. Поэтому сборку приходится делать вот такую постепенную. да, это сложно в какой-то степени, но видите, ничего очень страшного в этом нет. Так, вам был еще один. Здесь хватит. Да, идет веселее. вот конечно в такой ситуации большой декер, который предлагала сделать своими руками очень бы помог. Мне еще не очень удобно стоять бачком, а вы будете сидеть за своей машинкой, вам будет очень удобно и думаю, без проблем сейчас все эти петли перевешиваете. петли 2 3 4 4 5 5 Таким способом мы с вами сдвигаем все петли, все ажуры убираем. Видите, у меня осталась нулевая петелька, вот осталось сдвинуть еще немножко. Вот так вот при помощи всех своих декеров, какие есть, я делаю очень существенную стяжку на макушку. Уже готовим макушку. Сдвигаем к центру с одной стороны и с другой все иглы, все петли. Связали, сделали сборочку, начинаем вязать корону. Теперь такой вот очень интересный момент. Если мы сейчас с этих петелек начнем вязать корону, нам будет ее очень трудно сшить. У меня будет некрасивое место соединения, потому что шапка у меня будет сшиваться сама по себе, корона сама по себе. Поэтому делаем небольшую хитрость. Крайние петелечки я снимаю на вспомогательную ниточку. Временно так подержать. Надевайся. И завязываю узелок. Эта петелька не должна потеряться. И то же самое делаю с второй стороны. Эту петлю я надену на иглы, когда буду вязать донышко шапки. А на эти иголочки, для того, чтобы у меня корона была красивая и полноценная, я наберу петлю уже желтой ниткой, которой я буду ввязывать корону. Основную нить никуда не деваю, не отрываю, потому что она у меня пойдет, я корону надену на место и вот эта вот ниточка у меня и пойдет вязать. Я надену петлю обратно и буду вывязывать уже донышко. Поэтому ничего никуда не потеряется, нитку не отрываю. Беру желтую, начинаю взять корону. Так, желтая нить. Теперь такой момент еще один. Как я буду вязать корону. Исходя из того, какие ниточки, какие иглы у меня есть, сколько у меня иголок осталось в итоге. Крайне я не учитываю, они пойдут сшиваться, они полностью загнутся внутрь. Могу их даже не до конца, чтобы не забыть их вернуть на место, убрать. И схожу из того, сколько у меня иголок осталось. Какую я хочу делать корону. Корону я буду делать по принципу ушек. Она вот так же будет стоять вокруг головы. Могу делать одну центральную большую, как уголок, и по два маленьких с края. И ничего не делать с задней части, получается вот такая корона фигурная. Сзади ровненькая, потом маленький пик, большой, маленький и ровненько. Могу делать так. Могу по все имеющиеся петли разделить на равное количество частей и сделать вот такую ребристую корону. Могу сделать просто планочку. И будет у меня ровной планочкой стоять без всяких выступов. То есть здесь идет уже чисто ваша фантазия. Что вы хотите и как хотите. Можно делать что угодно. Мы делаем корону, наверное, с большим выступом. Поэтому вот я вот этот большой выступ на 20 петель. Видите, для того я делала массовую сборку в обе стороны, чтобы у меня симметрия осталась. Благодаря этой симметрии я могу вывезать любые пики на этой короне. И они никуда не будут сдвинуты. Мне не придется ничего считать и придумывать заново. У меня все симметрично относительно нулевой иглы, нулевой платинки. Поэтому сейчас я делаю одну корону. Сначала вяжу основание короны. То есть оставлю в рабочее положение все иглы. Обвиваю первую, поскольку у меня петли нет. Я ее... Так, где наоборот. Я ее заново набрала. У меня петли здесь никакой не было. Делала обвив. Провязываю ряд. На рабочей плотности могу корону делать немножко поплотнее. Последняя иголочка тоже делала обвив. Для того, чтобы у меня спокойно шло сшивание. Так, все сделано. Теперь вяжу основание короны. Какой высоты у меня корона будет? Можно вязать такую невысокую корону. Вот здесь у меня 8 рядов получается вместе с цветной дорожкой. Провязываю 8 рядов. На всех иголках. Главное запомните. Если не можете запомнить, запишите. Потому что мне нужна абсолютная симметрия. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вывязали. Теперь я начинаю вывязывать пики. Можно этой ниточкой, а можно взять другую. Я беру ниточку для вывязывания. Вывязываем сначала центральный пик. Все убираем в переднее нерабочее положение, кроме центральных 20 иголочек. И на них вяжем частичным вязанием увеличение. То есть я могу вязать через... Убираю опять же по две иголочки. Так. Запоминаю расстояние, которое я буду сейчас провязывать. Раз. Обвили иглу. Две иглы выставили. Обвили. Две иглы убрали. Ну и здесь можно по одной остренькой кончику. Так. И пока... Оставляем. Потому что я тоже точно так же, как в начале, провяжу соединительный ряд. Теперь берем следующие иглы. У меня вторая часть. Вот она. Я могу даже эту оставить. Вот так вот сделать. На одну сдвинули, потому что здесь у меня обвитие идет. И вывязываю. Так. Уберу иголочку. Раз. Обвили. По одной игле выставляю. Два. По одной иголке. Главное запомнить. Семь. Шесть. Семь. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Два. Три. Так. До одной. Так. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Пока оставляю. Вывязываю. Третью часть. Так. На одну больше. Вот здесь вот она находится. Беру следующий клубочек. И делаю все то же самое. До одной иголочки. Так. Все. Так. Третья. Неополнечные рычаги отключены. Обязательно. Так. По одной угли убираю. Так, все. Все, теперь беру основную нить, которая у меня осталась с краю, провязываю на всех иголках два ряда. Сбиваю все эти обкрутки и, если есть, зубчатые краешки частичного вязания. Раз, два. Сбиваю все эти обкрутки. Начинаю вводить в работу. Ввязываю уголки. Моя задача не перестараться и ввести в работу только те иголки, которые я выводила. Моя задача не перестараться. Так, одна готова. Переднее нерабочее положение ее. Вторая. Так, вот эта иголка. С этой стороны пойдет. Раз. Вводим все назад. Два. Лучше, конечно, отмечать на станине машины, чтобы ничего не перепутать. Особенно, если корона большая и много будет зубцов, можно запутаться. Так. Ввели в работу. Это все оставляем. Теперь среднее. Так, у нас средних было. Две. Поэтому обратно их. Раз. По две. Так, там я сделала неправильно. По одной. Ну ничего. Так, по одной. Все. С короной закончили. Теперь 8 рядов на всех иголках. Вторую часть короны вывязываем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Все. Зубцы короны. Вот они. Вывязаны. Моя задача. Так, вот это все. Пока оно висит на иголках, если есть какие-то лохматые ниточки или что-то. Соединяем. Не сильно затягивая, потому что когда я сошью, мне это будет уже не сделать. Соедините между собой эти нитки, чтобы не было никаких тут неприятных моментов. Закрепить все. Не сильно стягивать так. Ну, чтобы никакие ниточки никуда не расходились. Излишки нужно просто отрезать. Чтобы они не мешали. И всего лишь вот эту мою корону теперь за протяжки надеваю на иголки. Мы связали корону. Все. Желтые протяжки надеваю на иглы. Они достаточно хорошо видны. Всего лишь, по большому счету, мы сейчас связали с вами подгиб с ушками. Вот это частичное вязание, оно универсально. Видите, им вяжут и носочки, и рукавички, и подгибчики, и ушки, и козырьки, и корону. И все вот этим вот частичным вязанием. Как мы будем вывязывать, зависит только от фантазии. Главное знать технику вязания, а остальное все... Вот только фантазируйте, куда это все применять. Видите, насколько разнообразно наше вязание. Не надо думать, что все просто, и такие-то сложные вещи нам недоступны. Если вы знаете технику вязания, технологию выполнения, ничего сложного для вас нет ни в каких вопросах. Если нельзя сделать как-то так, всегда можно сделать как-то по-другому. Зато, насколько это быстро. Я прочитала аннотацию к одной вязальной машине, продана старенькая. Ее достоинство неоспоримое в том, что она вяжет ровные ряды. И так смеялась. Вообще, вот все, что... Самое большое достоинство вязальной машине – ровные ряды. Вот кто мог подумать. Вот так вот. Так, пересаживаем эти крайние петельки, тоже убираем, потому что они нам не нужны. Мы их брали поносить, что называется. Поэтому они нам не нужны. На эти иголки, которые у нас освободились, пересаживаем петли зеленые. Возвращаем их обратно, убираем красную ниточку. Все, зеленая петля на месте здесь. Зеленая петля на месте второй части. Нам гораздо легче будет сшивать наше изделие при таком вот подходе. Так, желтая больше мне нужна. Каретку на ту сторону. И начинаем вывязывать донышко. Наша задача – провязать... Помните, мы считали? 8-10 рядов для сборки. Что может быть проще? Сейчас провяжем 4 ряда на всех иглах. Причем, чем ближе к центру, тем меньше количество рядов нам надо провязывать со сборкой. Тогда будет очень аккуратная макушка. Так, рабочая нитка. 4 ряда. 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И вот теперь, вариантов не так много, мы должны это все снять на вспомогательную ниточку. Тогда вам будет гораздо проще надевать, делать сборку. Прямо вспомогательную нить. У меня она такая же, только другого цвета. И несколько рядочков провязываем. Теперь центр нам уже не нужен. Мы провязали все, что хотели. Можем спокойно срезать вязание. Раз уж мы его срезали, давайте уж и посмотрим, что у нас тут получилось. Вот наша эта чудная корона. Вот так вот это все будет идти. Корона будет зашита. Мы ее немножко подгладим, само собой. Видали такое чудо? Никто никогда не вязал корону. У вас ребенок будет с короной. Вот так вот выглядит наша шапочка. Ушки. Все. Теперь надеваем это все на машинку со сборкой. Видите, очень красивый ажур. Замечательная корона. Замечательные ушки. Вот это все, конечно, при намочить, отпарить, растянется чуть-чуть, уляжется. Шапка какая-то невероятная получается. Шапка принцессы. Корона на голове. Так. Не отвлекаемся. Делаем сборочку. Теперь, видите, когда мы загибаем, что полотно загибается внутрь, отлично видны петельки. Не снимая вспомогательную ниточку, надеваем, не знаю, там две петли. Надеваем две вместе. Две надеваем на машинку, две вместе. То есть сделаем сборочку. Такую вот совершенно нехитрую сборку. Можно даже начинать с этих же игл, которые у нас стоят впереди. Не убираю, посмотреть, сколько игл в итоге мы уберем. Зеленый. Раз-два. Зеленая. Зеленая раз-два. И две на одну. Раз. Два. То есть мы убираем каждую третью иглу, получается. Сборка будет не слишком большая. Но мы все равно будем делать эту операцию еще. Так, раз. Два. Две. Вместе. Еще несколько раз. Поэтому вот так до конца надеваем за сборочкой. Раз-два. Две. На одну. Самое главное в этом деле не снимать вспомогательную нитку, а надевать прямо с ней. Вот мы сейчас наденем, быстренько ее распустим, она мешать не будет. Если же вы будете снимать вспомогательную нить, будет гораздо тяжелее ловить эти петли. А так можно вязание подтянуть. Видите, у нас сборка такая существенная произошла. Распускаем вспомогательную. Когда мы такие сборки производим, много раз мне надо будет делать сборку при помощи вспомогательной нити, вспомогательной нити они отрывают катушки. Я просто ее распускаю. Вот она, видите, у меня прекрасно распускается прямо с иголок. Я ее могу использовать много раз, без узлов, ничего не отрывая, не отрезая. Так, вот тут она мне куда-то... А, вот, все. Прицепилась за иголочку, это не страшно. Так. Провязываю рабочими с этой стороны. Все так и осталось. Провязываю... У меня было 4 ряда, провязываю 3 ряда. Раз, два, три. Раз, два, три. Сборка сделана. Беру эту же вспомогательную нить, снимаю. Раз, два, три, четыре. Возвращаем каретку к нашей нити. То же самое. Видите, у меня сборочка очень аккуратная получается. Сборка получается очень аккуратная. Надеваем на иголки наше полотно. Делаем все то же самое. Делаем такую приличную сборочку. Если я сейчас еще сокращу полотно, потом еще раз. И на этом сделаю стяжку. Просто стяну на затылке. Так, это у меня уже 7 рядов. Ой, я же увлеклась. Сборку не делаю. Так, две надели, третью, две петли на иглу. Две надеваем на каждую иглу, две на одну иглу. Выбираем каждую третью иголку. Слишком сильную стяжку, резкую делать не стоит. Оно будет мешковато смотреться. То есть, она будет очень видна и бросается в глаза. Если вот такую более-менее постепенную стяжку делать, это гораздо аккуратнее смотрится. Последнюю стяжку можно было делать через петлю. Последнюю уже не так важно, как в центре. В центре не так важно, как по краям этой стяжки делать. У нас достаточно существенная сборка. Главное, не надевайте никакие петли на крайние иголки, потому что крайняя игла, это у нас идет только на сшивание. Она больше ни для чего, крайняя петля. Ее мы не используем в вязании. В рисунках, в отделках, в сборках, ни в чем. Она чисто вспомогательная. Так, еще достаточно существенно убрали. Убираем вспомогательную нить. У нас 7 рядов. Провязываем. Два ряда. Чем ближе к центру, тем меньше количество рядов надо провязывать, чтобы избежать мешка на затылке. Два ряда. На всех иглах. Раз. Два. Вспомогательную снимаем. И делаем сборку уже через иглу. Иголку. Петлю. Так, петлю. Петлю надели. Петелька первой петли, она завязана. Так. Она не участвует в сборке. Одну надели, одну собрали. Одну надели. Одна на одну углу. На следующей игле две петли. Одна петля, две петли. Одна петля, две петли. Это уже совсем такая массовая сборка будет. Чем меньше у меня останется петель на иглах сейчас, тем у меня аккуратнее будет затылок. У нас с вами на шапочке корона, поэтому никакие помпоны сюда уже не подойдут. Это будет слишком много. Тяжело. Уже и шапка, и помпоны, и пуговка или что-то там. То есть это уже, наверное, и не нужно. Поэтому делаем просто аккуратный затылок. Вот. И раз. В общем-то, вот на такое количество петель уже достаточно легко стянется. Но я могу провязать еще разик. И сделать совсем большую сборку. Так будет гораздо аккуратнее. Два рядочка. Поскольку шапочка очень маленькая, на взрослую шапку вот этого было бы достаточно. Такого кукленка, как у меня, это все-таки много. Поэтому два ряда. Вспомогательный. Вспомогательный. И надеваем на, так, крайнюю, крайняя сама по себе. А остальные по две на петлю. Две петли на одну углу. Сразу две петли на одну углу. Не задумываясь. Можно, конечно, делать очень скрупулезные расчеты. Можно. А можно и не делать. Потому что вещь достаточно вольная. Сидеть будет все равно хорошо. То есть, если у вас есть желание, можно очень четко рассчитать и количество петель, и количество рядов. Но делать такое обязательно, если у вас какая-то очень замысловатая шапка. Какая-нибудь невероятная модель, которая не терпит малейшего перекоса. То есть, каждая петля там существенно. Вот тогда, да, мы делаем очень точный расчет. Ну, видите, совсем мало осталось. Это уже все. Это мы уже убирать не будем. Это уже готово. Провязываю один ряд на повышенной плотности. То есть, у меня сейчас стоит шестерка. Ставлю семерку. Один ряд провязываю. Все. И теперь могу совершенно спокойно снять все петли на вспомогательную нить. Мне одна девушка посоветовала очень интересный способ сшивания. Сейчас я вам его покажу. Так, начинаю все мои петли снимать на крючок. Просто все сниму сейчас на один крючок и оптом переодену. Это тоже вариант. Можно иголкой, можно как угодно. А можно вот так вот просто не усложнять. Если петель мало, можно делать гораздо проще все это. Так, мы сняли. Вот моя рабочая ниточка. Как она делает? Она снимает это все, видите, рабочую нить. Вытягивает петлю. И вот этой петлей начинает зашивать. То есть, у нее идеальная сборочка. И нить рабочая в том количестве, в котором нужно для сшивания. Она не завязана ни на какие ниточки, ни на что. То есть, очень удобный способ. Мне понравился. Сейчас моя задача сделать так, чтобы... Ой-ой-ой. Можно было эту петлю не потерять. За что-то она там зацепилась. Так, ну, я просто завязываю эту петлю красной ниточкой. Чтобы она не убежала. Все. Теперь никуда это все не денется. Шапочку мы связали. Убираем машинку. Сейчас будем... Примерим на нашу модель, что мы такое связали. И будем зашивать. Ну, вот что получается. Сидит очень хорошо. Вот уши. Уши на месте. Здесь все на месте. Корона. Ну, корону можно было сделать и побольше. Но у нас такая принцесса. Поэтому и корона небольшая. Можно было сделать корону побольше. И вот это все мы сейчас зашьем. Видите, все на месте. Все прекрасно закрыто. Очень хорошо все выглядит. Теперь берем нашу шапочку. Загибаем внутрь короны, чтобы ее не задеть, когда мы будем сшивать. Видите, что мы с вами тут вот делали. Наш петельный столбик, он как шел, так и идет. Он с короной не привязан. Так у меня бы здесь была корона, и я бы не знала, как этот угол зашить. Так у меня корона сама по себе, шапка сама по себе. Внутрь корону. Ниточку наружу. Обязательно вот здесь прикалываю булавочкой основание короны, основание подгиба. Беру вот эту петлю, которая у меня получилась в итоге, когда я стянула, делала стяжку общую. И начинаю сшивать косичкой. Беру булавочки, сейчас скалываю косичкой. Как я сшиваю косичкой? Сейчас будем смотреть. Берем булавочки. Скалываем основание короны. И основание подгиба. Подгиб и корону мы будем сшивать иглой. Шапку мы будем сшивать крючком. Берем петлю-ловитель. Так, здесь у меня петля, которая должна была сохранить. Беру ее обратно. По идее, я бы и не завязывала его ниточкой, если бы не показывала вам. Это было только для того сделано, чтобы показать вам, как это все делается. И первую петлю. Видите, полный петельный столбик. Мы его оставляли, мы его и пускаем на сшивание. Полный петельный столбик с одной стороны, полный петельный с другой стороны. Это два вот таких вот сердечка. Две. Две ниточки. Это петельный столбик. Взяли. Натянули нитку пальцем. И сделали петлю. Первая петелька готова. Берем следующий петельный столбик. С одной стороны петельный столбик. С другой. Желательно вот эту вот пряжу еще и растягиваю. То есть я его держу с одной стороны мизинцем, с другой стороны двумя пальцами и указательным натягиваю ниточку. У меня вот такая вот сложная конструкция. Если мы не будем натягивать, у нас шапка будет очень стянута. Косичка не дает возможности тянуться полотно. Следите за тем, чтобы у меня был целый петельный столбик. Взят. Иголки нужны для того, чтобы мы не сбились. Чтобы у нас горизонтали никуда не ушли. За петельными столбиками мы следим, пока сшиваем. Раз петельный столбик, два петельный столбика. Не за протяжечку. Никогда не сшивайте за одну протяжку. Она очень хилая и она вытянется в этом месте. Будет очень некрасиво. Не жалейте петельный столбик. Не забывайте его добавлять в любое вязание. Так, вот, сама чуть не упустила. Так, дошли до короны. Провязали наш петельный столбик. И дальше. Петельный столбик. Все, натягиваю вязание дальше. И вяжу. Главное не упустить. Именно столбик. Именно с двух сторон. И до конца, до начала подгиба, мы провязываем вот так вот косичкой. Если вам удобно иголкой, сшивайте иголкой. Это дело каждого, я не настаиваю. Просто вот такой шов мне нравится больше. Если у вас свои какие-то привычки, делайте так, как вам удобно. Сшили крючком. Видите, что я вам говорила в самом начале? Вот шов. Его не видно. На самом деле, вот он есть. Но здесь наша задача подбирать рисунок так, чтобы был эффект цельного полотна. Чтобы вообще не было видно, где у нас... Вот это сейчас мы зашьем, и тоже не будет видно, где у нас тут был шов, а где у нас тут его нет. То есть наша задача делать не просто как-то там, а так, чтобы это выглядело цельным полотном. Вот. Теперь зашиваем подгибки. Подгибы, корону, неважно. Лучше зашивать иглой того цвета, брать нить, которым это все связано. Вставляем. Опять же, петельный столбик, полный петельный столбик. Убираем иголочку, проделываем не туда. Берем с лицевой стороны, продеваем иголку, целый петельный столбик. Вот этот вот узелок мы заправили внутрь. Заправили внутрь все эти болтающиеся нитки, подгиб туда убрали. Теперь моя задача совместить подгиб так, чтобы у меня зеленые полоски совпали, горизонталь вывести. И целый петельный столбик, так вот за петельным столбиком протяжечки, просто прошиваю. С одной стороны, с другой стороны. Отсюда вышла иголка, напротив этого места, за целый петельный столбик я беру, вставляю иглу и зашиваю. Не сильно, не стягивая, просто вот так вот зашиваю. Зашиваю, выхожу. Зеленую полотну, видите, вот мой шов. Теперь достаточно это все потянуть, и эффект цельного полотна. Вот. Шва вообще не видно. Точно так же, по этому же петельному ряду. Не сильно сначала зашиваю зеленую нить. Можно делать крючком, но вот такой способ гораздо удобнее именно для кругового такого сшивания. Потому что я контролирую нить, контролирую натяжение. Так, можно стянуть и посмотреть, что вышло. Идеально вышло. Просто здорово. Все. И точно таким же способом зашиваю обратную сторону за целый петельный столбик. И корону. Корону зашивать буду точно так же. Ничего сложного, зато получается очень аккуратно. Шапку так зашивать не рекомендую, потому что это натянутая нить, и она не дает возможности нам стягивать полотно. Потому что, когда я зашиваю крючком, я натягиваю сильно. Видите, у меня полотно, в общем-то, имеет возможность растянуться. За счет того, что я сшивала крючком, в процессе сшивания натягиваю полотно. Если я сошью вот так иглой, у меня шов будет просто равен длине нитки. И ничего уже я с этой ниткой не сделаю. Сшивание косичкой в данном конкретном случае дает возможность немножко подтянуть полотно. Оно более эластично. А вот для подгибов такая эластичность совершенно ни к чему. Нам это не нужно. Зашили этот шов. Завязали. Убрали ниточку в подгиб. Лишнее отрезали. Все. Подгиб связан. Идеально. Берем то же самое, делаем с короной. Расправляем петельный столбик. Убираем все нитки внутрь. Ничего не должно нам мешать и отвлекать. Можно брать вот эту ниточку. Если бы ее побольше оставить, ею и сшить. Это тоже вариант, чтобы не плодить кучу ниток. Хороший вариант. Но я поскольку не оставила, значит беру ниточку и сшиваю отдельной ниткой. В общем-то ничего страшного. В этом нет. Начинаем с лица. Петельный столбик нахожу. Узелок пойдет внутрь. Петельный столбик с этой стороны. И так не сильно, не натягивая для начала. Петельный столбик. Вот петельный столбик. Главное не перепутать. Петельный столбик должен идти четко. Никаких сбоев. Иначе будет перекос. Казалось бы ерунда, но на самом деле это очень видно. Просто бьет по глазам, если у нас где-то что-то сбито. Так, вот он, вот он, петельный столбик. Также такой способ дает возможность выровнять вязание, потому что у некоторых есть проблема. Потянули, видите, все идеально сшито. Проблема в том, что у них правая и левая части немножко отличаются. Или брак машины, или брак натяжения. Бывает такой. Вот такой способ зашивания дает нам возможность эти полотна выровнять. Ну и так далее. Дошиваем нашу корону до конца. Отпариваем нашу шапочку. Ее можно постирать, натянуть на что-то, если вы на ребенка большого делаете. Как правило, натягиваем на банку и сушим на банке. Вот. И наша задача либо ленточку пришить к ушкам вот сюда, либо связать рулик. Сейчас мы с вами свяжем рулик. Сейчас я дошью, мы свяжем рулик. И после этого выстираем шапочку и будем ее выстираем, отпарим. Что вы с ней будете делать. И шапочка, в общем-то, готова. Чуть-чуть дошить. Видите, подтягиваю ниточку. Наша корона усаживается на место. Все идеально, просто замечательно сшито. Сейчас мы свяжем рулики. К ушкам подошьем. Рулики буду делать зеленой, наверное. Это же зеленая ниточка и зеленый рулик. И шапочка будет готова. Рулики выполняются несколькими вариантами. Мы с вами сейчас самым простым выполним. Самый простой и очень быстрый ролик. Вот наше ушко внизу. Две иголочки. И зеленую ниточку на самом кончике ушка. Надеваем одну петельку. Одну петельку и вторую петельку. Зелененькие. И начали вязать лицом к себе. Изнанка туда. Начали вязать рулик. Раз, два. Ниточку завязали. Можно две петельки, можно три, можно... Ну, четыре много. Три, две, три петли. Самый простой рулик. Потянули. У нас совершенно четкая ниточка. Не найду, где у нее край, где у нее что. То есть мы вяжем рулик, который крючком вязали бы гораздо дольше. Крючком либо завивая нитку на пальцах. Вариантов много, но вот этот, по-моему, самый простой, самый быстрый. Несколько рядов связали, потянули. У нас вытягивается в такой очень четкий, плотный рулик, который уже не распустить и ничего с ним не сделать. Он очень хорошо держит форму и в то же время такой плотненький, но не толстый. И так с двух сторон вывязываем рулики на шапку, на завязку на необходимую длину. Какой длины мы хотим. Просто завязать или с бантиком, или чтобы веревочки висели. То есть это уже на ваше усмотрение длина вот этой вот нашей ленточки, завязочки. Вот такой пупс у нас получился. Корона получилась. Все отлично. Очень аккуратная донышко. Отличная корона. Она хорошо держит форму, потому что она маленькая и падать просто некуда. И за счет того, что мы с вами сделали вот этот замечательный шов раздельный, она стоит очень плотно. Падать она просто физически никуда не может. Главное не делать очень большие уголки, чтобы они вот так вот не загибались вперед. Но если они большие, можно проложить какой-то уплотнитель внутрь. Тогда корона будет еще и жесткая. К тому же. Отлично связаны ушки. Видите, все держится. Завязки. Все вывязано. Шва у нас не видно. Рисунок нигде не нарушен. Все просто отлично, как мы с вами и задумывали. Мы молодцы.